Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Розе. Играю магом в Lineage 2 Mobile без доната. Играю на сервере Leona 02. В данный момент домашний сервер. Вары капитулировали на трансферах. Спокойный фарм RB и в АФК. Вышел очень длинный стрим Альянса Juicyc Erika для разъяснения ситуации на сервере и дальнейшей игры прогресс в целом. Стрим длился 5 часов. Покажу что было на стриме. Подмечу для меня и не только. Важны интересные моменты. Стрим скука смертельная. Про то как с 4 направлений готовилось нападение и они заранее планировали все действия и логистику их правления. Был там один парень под ником Миккион. Люди у которых... Просто я видел людей откровенно, у которых на текущий момент 100 защиты. Которые играют со старта игры. У меня вопрос. Вы вообще играете или вы просто под пивко заходите 1 час-2 часа в день и что-то еще хотите и что-то требуете от клана? Вот я вот этого не понимаю. Меньше 150 защиты после 8 месяцев игры вы просто не имеете права иметь. Но это просто полная жопа. И это значит что вы не играете. Хорошо есть там супер фри-то-плейщики, которые уже умудрились перевалить за 200. Но сука, 170 защиты ты собака должен иметь даже без денег, вообще без никаких. А когда человек приходит, типа у него 100 защиты, я твина сделал через первый месяц, не влив ни копейки, просто сделал твина. У меня было 107 защиты, которого я шарил и на котором играли там наши же там мемберы против редрайзов. 107 защиты в первый месяц. Обидел обычных работяг. Я говорю только за себя. Играя в фри-то-плей, до этого не играл в Ла-2М. Первые 3 месяца изучал игру. Потом попал в клан оппозиции, в котором глава кормил завтраками. Я еще 2 недели потерял игры. С горя пополам я вышел с варов, топсайда. Играл обычно, фармил споты. Проставил гробницы драконов где-то 2 месяца. Выфармил один и тот же спот, 24 на 7. Не выбил ни одной краснухи и психанул, вступил в топсайд. За 2 месяца поднял больше 10к алмазов на синьки. Плюс бартер, плюс норм кл не балабол. Короче, я могу сказать, я в целом доволен. Играя только 2 месяца в эту игру, хоть и нахожусь в ней 7 месяцев. Это образно. Мне лично не обидно на слова Мегиона. Но звучит очень чсвшно. Напоминает вежливых людей, что бомбят мою страну. Он не первый год играет в Ла-2М. Молодец, что ты умеешь и знаешь. Это чисто мое мнение. Почему? Продюсеры обещали, что это не будет упомянуто. Вопрос имеет право быть. Вот и нет. У вас остается сложной системой. Какие у них сверхтехнологии, неимоверный прогресс, скачок в будущее? У нас есть профиль игрока. У нас есть события, то бишь посещение боссов, которые фиксируются через дискорд. У нас есть распределение, в котором фиксируется каждая выпавшая шмотка с босса. То есть ничто никуда не утекает. Всегда видно, с какого босса что упало и у кого это сейчас находится. Можно даже в распределение зайти, показать, что нам там повыпадало за это время. Вот. Как у нас вообще идет распределение? Выходите на босса, вы получаете очки. За эти очки вы выпаваете шмот. Это распространяется на симку. По краснухе каждый сервер решает уже сам. Вы можете использовать рейтинги на сайте, которые генерируются сами относительно силы вашего персонажа. И, грубо говоря, раздавать сильным персонажам краснуху. Вы можете это делать как-то по-другому. В любом случае сайт довольно простой. Рядовым пользователем. Единственное, что здесь нужно делать, это в панели управления записывать боссов. То есть, к примеру, вы пошли на босса. Вы убили определенного босса, записали, когда он упал, какой лут с него выпал и все. То есть, по этой системе мы не расправляем краснуху. Очень крутая система. Сайт, в котором ты сам должен после фарма боссов зайти и отметиться. Для получения той или иной синей вещи. Сделать скрин. Если интересно, в описании под этим видео есть ссылка. Перейдите по ней. Дали буквально понять, что краснуху ты не получишь на данном моменте игры. За два месяца в Альянсе я нахожусь в клане. Хороший КЛ, который распределяет те или иные вещи. От буста персов. Так как у меня красный посох архангела и есть красные скиллы. Купленные за хоноры, монеты, орден славы. Мне предлагали скилл, выбитый с монстра боссов. Как я маг, мне предлагали магию восстановления. Я мог, конечно, захрючить этот скилл, сказать, что такого скилла не имеется у меня. Но это чревато последствиями. И я не такой человек, чтобы что-то замутить. Очень интересный Альянс. Свод правил, которых некоторые люди не придерживаются из-за подмазанности у офицеров Альянса. Одним словом, олигархическая система ведения дел. Я просто недавно писал пост в группе Дискорда Альянса, что люди забивают огромный болт на боссов Биоры. На что мне ответил в той же ветке один из тех, кто забил такой болт. Не было команды. Боссы Биоры не обязательно, если нет варов. После чего буквально в ту же неделю вары собираются с утречка. И им падают фиолетовые набедренники. Ну не прекрасно же. Ну и как вы думаете, действия Альянс Лидера? Вы такие плохие. У вас? Отжали босса. А что я писал? Никого, как говорится, не ебет. Твое мнение, нуб. Не имеешь буста, не имеешь права голоса. Почему я это говорю? За нарушение правил в Альянсе вешают варн. Варн это мера наказания. При двух варнах ты вылетаешь с Альянса. При первом варне твой ник окрашивается в бордовый цвет в канале группы Дискорда Альянса. Что не произошло. Странно ли, что к тем персонажам не было санкций? Не думаю. Бывает, просто всегда кто-то сильнее тебя. Ну почему тогда мы должны в 50? Да, почему мы должны с тобой воевать тогда в 50 человек, а не в 2450? А я тут отвечу на вопрос. Понимаешь, в чем дело? Как бы есть, ну такой соревновательный момент, а есть момент экспансии. В русском языке понятие экспансия тесно связано представлением о росте. Короче, тебе нужно донить, чтобы догнать топов. Если ты не донишь, тебе нет места. Ну, то есть, есть место в виде массовки без права слова. Ну, как вы думаете? Трачу на игру 5 часов, примерно на фарм боссов. Прихожу на виоровских боссов каждое утро. Посещаю осады. И реагирую на письма Кээла или зама Кээла моментально. Ну, наверное, я не активный игрок. Как вы думаете? Так-так-так, минутка юмора. Мертвого кикают с дискорда. Там, мертвый вообще, хоть как-то понимает ситуацию, которая происходит в игре, ситуация с обновлениями, ситуациями с тем отрывом, которые есть у донатеров и не донатеров. Или это просто очередной, как бы, заход на стрим, похайпиться, что-то рассказать, не играя в игру, покритиковать людей, кого-то пооскорблять и так далее. Я вопрос задал. Да, это что, вопрос к Эрике или ко мне уже переключились? А можно я впишусь прямо вот в тему? Да, вот я пришел, да, вот я вот, блядь, я это слушал, покушал вкусного краба, да, и вот так думаю. Вот я этого забанил, вот где только мог. А можно тут его тоже забанить, пожалуйста. Потому что это бесполезный разговор, это пусть он идет, симки продает свои и голову не морочит людям нормальным. Да, как хайпится, хайпится за нашу. Хайпится за нашу. Я отключил уже мертвого, чтобы не было большое. Кто имеет право на присоединение клан? Попасть может любой человек, вообще любой. Ну, естественно, мы не берем там 50-х, ну почему? Потому что уже такое время, даже без доната, человек мог уже достичь там 61-62 примерно. И если ты даже вообще ничего не вкладываешь, но при этом как-то стараешься, ходишь, как-то бустишься за счет каких-то твинов, без проблем. Если у тебя есть активность, если ты играешь полчаса в день, ну 30 минут, там 10 минут, конечно, тебя никто не возьмет. Если ты активный человек, тебя возьмут с пуками в любой альянс. Поэтому в этом нет проблем. Главное соблюдать все правила альянса. И все, добро пожаловать. Ворон про Леона 2. Скучает за варами. Кто такой Ворон? Ворон, он же Бакшиш. Он же Голден Маус. Он же, ну у него много имен. Короче, пахан Леона 2. Да, Леона 2, это сервер, на котором, соответственно, я начал свою игру с своими друзьями, Эватор, ну и другие ребята, которые уже, к сожалению, перестали играть. Началась здесь война. Война все это время шла буквально до второго трансфера. Большое спасибо нашим оппонентам. С ними до сих пор тепло общаемся. Они улетели на сервера Бартса. С некоторыми из них переписываемся, ну, чуть ли не каждый день. Достойный соперник оказался, несмотря на наши какие-то разногласия, которые были у нас. И трэшток был, и все это было. В целом, большое спасибо за этот компенсив, который был на протяжении полугода. Когда вы улетели, честно скажу, на Леоне 2 стало скучно без вас. И рынок умер. Кто с Леона 2, тот знает дрова. И мы раскрыли личность дрова. Барона, первый вопрос с моего чата. Еган, это дрова? Задает Петрик Путяха. Дрова это... Дрова это... Очень легендарная личность с Леоной 2. Ну... Да нет. Нет, не дрова, не забор. Ломаю забор. Есть, не хочу быть забором. Не дрова. Кристаллы идут на трансфер. И после трансфера, если будет остаток в общей казне, он будет разделен на все сервера в равных долях. Все алмазы делятся на всех. И собрать их будет невозможно. Потеряется слишком много алмазов. Ну, и каждый получит там, ну, не знаю, 200, 300, 500 алмазов. Если разделить на 600 человек, 300 тысяч, сколько? Ну, 900, да, алмазов 800. Ну, а еще из-за того, что у нас еще два кластера. Где-то получится просто. Это нечестно. Я понимаю. То есть у нас единый альянс, и мы с двух кластеров получили 600 тысяч бриллиантов. У нас 10 серверов. Кому ушли алмазы? По словам, ушли или уйдут алмазы на расходы перелетов по серверам. Ну, что останется, то останется. Ну, вы сами понимаете, кому. Мне дали понять, что не нравится, вали нафиг. Люди, это материал. И на данном этапе игры количество людей стало менее востребовано. Зерг не решает. Это как люди, которые воюют с луками против огнестрела. Ну, примерно размер кошелька побеждает неимение того же кошелька. И самый главнейший вопрос. Почему мастер Чу ушел с игры? Почему же Чу? Ну, потому что Илюхи всегда... Во-первых, он контент-мейкер. Это в первую очередь. Он ютубер, он стример и тому подобное. Там сложились так ситуации. И то, что вы знаете, когда он перестал зарабатывать на этом и в целом не смог тянуть контент и показывать что-то интересное, он и ушел. А ушел он почему? Потому что все было сначала классно, когда он показывал, как мы побеждаем. А, ну, откровенно, потом, блин, у нас была сложная ситуация. А показывать, как там, грубо, ты сосешь, никому не нравится. Очень удачно запорол оппозицию на большинстве серваков, когда сказал, что на арбе крест не нужен вообще. Да, это жесть. Если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайк. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok